2021 год подходит к концу и интересно узнать, как изменились цены на социально значимые продукты за 12 месяцев. Год назад корзина с товарами обошлась нам в 481 рубль 55 копеек. Давайте узнаем, во сколько она обойдется нам теперь. Вот, к примеру, цена на подсолнечное масло в декабре прошлого года составляла 98 рублей 50 копеек, сейчас за литр 115 рублей. Повысилась цена и на сахар. Ровно год назад килограмм стоил 40 рублей 50 копеек. В январе подорожал на рубль, а сейчас за продовольственный товар придется отдать как минимум 52 рубля. Зато приятно радует цена на муку. Стало дешевле на 8 рублей. Также в этом году в нашу корзину мы добавили и гречку. Сейчас килограмм крупы можно купить за 101 рубль, что на 15 рублей больше по показателям сентября. Теперь переходим в отдел молочной продукции. В декабре 2020 года цена за литр молока составляла 46 рублей 75 копеек. Такая же стоимость была и в январе этого года. Сейчас цены повысились практически в два раза и купить литр молока можно за 70 рублей. Повысились цены и на сливочное масло. Правда, незначительно. Если в прошлом году цена составляла 125 рублей 60 копеек, то сейчас 200 грамм можно приобрести за 131 рубль. Изменились цены на хлеб. Еще год назад буханка свежевыпеченного стоила около 24 рублей. Сейчас за такой же батон придется отдать 31. Рекордсменом оказался картофель. К концу года он подорожал почти в два раза – 44 рубля за килограмм. А вот прошлогодний ценник за десяток яиц наоборот изменился в пользу покупателей. В начале года было 95 рублей, стало 80. Впрочем, в течение 2021 года ценники на этот продукт переписывались несколько раз. Были и взлеты, и падения. А сейчас подведем итог. Цены в конце 2020 года и в начале 2021 совсем не изменились. Зато сейчас практически по всем позициям перечня социально значимых товаров виден существенный рост. Исключения составляют только яйца и мука. Общая стоимость нашей корзины с учетом гречки увеличилась на 160 рублей 45 копеек. С одной стороны немного, с другой все равно рост. В новом году мы снова будем мониторить цены. Возможно, ситуация изменится в лучшую для покупателей сторону. Эльвина Зарипова, Андрей Вовк, Новости Севастополя.